Арестовав армянского генсека ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян нанес такой коварный удар изнутри, от которого организация не может оправиться до сих пор. Об этом заявил вести АСРоссийский эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук, комментируя обострение отношений между Москвой и Ереваном после заявления спикера армянского парламента Ален Симоняна о том, что Россия сдала Карабах и реакции российского МИД на это. Между Москвой и Ереваном пока что ничего не произошло. Однако стоит отметить, во-первых, что армяне, включая представителей власти, в упор не желают понимать и принимать тот факт, что Москва делает для них все, что в ее силах, и большего она сделать просто не может. По его мнению, Москва не виновата, а может и виновата, так как сама нагнала внутри себя огромную патриотическую волну, что в глазах Армении и армян она выглядит каким-то монстром, который в любой момент может всех побить и победить. Но вот бедную Армению почему-то защищать не желает, видимо, продавшись туркам. Он также отметил, что многие в Москве с самого начала косо смотрели на пришедшего неконституционным путем к власти Никол Пашиняна. В нынешней ситуации Москва все более напряженно относится к Еревану с учетом политической, партнерской ненадежности этого конкретного премьер-министра, который не олицетворяется автоматически со всей Арменией. Нет никакой уверенности, что группа Пашиняна, в которую входит и спикер парламента Симонян, не качнется в сторону Запада в самый неподходящий момент. Так что все проще, чем кажется, подчеркнул эксперт. Говоря о так называемом плане Лаврова, политолог подчеркнул, что никакого такого плана в природе не существует, о чем он собственно говорил в интервью азербайджанским и другим СМИ на протяжении последних лет. Поэтому сегодня нет смысла опровергать, мне во всяком случае, эту вброшенную кем-то когда-то пустоту. Но раз официальная Армения на нее опирается, значит она копит антироссийский политический материал, чтобы в подходящий момент уплыть с ним на Запад, считает Трофимчук. Говоря об уровне отношений между Москвой и Ереваном, эксперт подчеркнул, что Россия по-прежнему считает Армению союзником в военно-политическом смысле, в том числе и в рамках ОДКБ. Россия, кстати, не предъявила Армении ни одной претензии, когда прорвавшийся к власти с улицы Пашинян сходу попытался парализовать работу этого военно-политического оборонительного блока, арестовав армянского генсека данной организации. Поэтому можно сказать, что Пашинян нанес по ОДКБ такой коварный удар изнутри, от которого ОДКБ не может оправиться до сих пор, отметил российский политолог. Вместе с тем он указал, что Москва сегодня не делает ставку на Армению, так как нет обратной гарантии, что и союзническая Армения пойдет воевать за Россию на Южном Кавказе. Военная обстановка изменилась в этом регионе настолько радикально, поэтому от российской 102-й базы здесь не зависит уже ничего, она просто символ. Да и вообще союзник, это тот, кто готов идти в огонь войны за другого союзника абсолютно бесплатно, причем со своим оружием. Но Армения не хочет воевать даже предоставленным ей российским оружием, утверждая, что Россия привезла ей чуть ли не некондиционный хлам. В общем, вопросов здесь накопилось столько, что хорошо еще, нет российско-армянской войны. Хотя некоторым прозападным деятелям внутри Армении, кажется, уже хотелось бы даже этого, резюмировал Трофимчук.